С выручения знаков почёта и признания сочинцев, а также благодарственных писем сотрудникам полиции и автотранспортного предприятия началось совещание. Эти сочинцы проявили бдительность и высокий профессионализм по предотвращению серьёзных преступлений. На них должна равняться вся общественность. Мы должны эти праздничные дни достойно вести службу. Естественно, что те масштабные и значимые события, которые проводятся у нас в городе, они налагают на всех нас, и в первую очередь на правоохранительные органы, очень большую ответственность. Потому что курорт работает у нас круглый год, и по количеству бортов, которые прилетают и улетают в наш аэропорт, можно сказать, что у нас сегодня зимняя загрузка курорта примерно такая же, как и летом 2013-2014 года. А значит, в усиленном режиме должны работать все отраслевые управления. На объектах жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры уже с сегодняшнего дня ведётся усиленный контроль за соблюдением режима безопасности и комфортного пребывания гостей. На курортах Красной Поляны учитывается количество свободных парковочных мест, активно работает служба эвакуации. Как отметил председатель антитеррористической комиссии Анатолий Пахомов, такая работа должна вестись и впредь, особенно во время подготовки и проведения знаковых событийных мероприятий. Впереди курорт ждёт чемпионат мира среди молодёжи по горнолыжному спорту, Формула-1, парусная регата, всемирные хоровые игры и множество других мероприятий. Отметили на совещании и полезную деятельность домкомов и председателей ТОСов по взаимодействию с правоохранительными органами. Регулярное обследование всех придомовых территорий, чердаков, дачных участков и съёмных квартир уже позволило вовремя устранить множество возможных преступлений. И такая работа должна продолжаться. Необходимо, чтобы домкомы после квартала и сообщали нас со всех прибывающих и нагородных лиц, дали информацию о местах, которые сдают под наём жильё и, соответственно, по прибытию ранее судимых, а вы их знаете все прекрасно, необходимо обращать внимание, трудоустроились они, работают или нет. Сообщать о подозрительных ситуациях могут все жители Сочи по специально созданному анонимному телефону. Его номер вы видите на экране. Как подчеркнул Анатолий Пахомов, особый контроль должен быть и во всех кипермаркетах. Необходимо не только наличие, но и бесперебойная работа камер видеонаблюдения с функцией записи. По причине недостаточного их количества и неполной зоны обхвата до сих пор не удалось установить личность нескольких преступников. В течение двух недель камеры должны появиться во всех крупных сетевых магазинах.